Вы слушаете Радио России Ульяновск. В этом месяце исполнится 110 лет со дня рождения нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Константина Ивановича Коровина. Сегодня в нашей программе о знаменитом контрразведчике, герое невидимого фронта Константине Ивановиче Коровине рассказывает заместитель председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области, почетный сотрудник госбезопасности, полковник в отставке Анатолий Лихарев. Настоящий солдат невидимого фронта. Именно в годы Великой Отечественной войны наиболее ярко проявились ее лучшие качества. Отвага, верность Родине и воинскому долгу. Оперативный риск, эффективность разведывательных и контрразведывательных мероприятий. В деле победы есть и его вклад. За боевые дела, за заслуги в борьбе с германскими спецслужбами, надежную защиту соединений Красной Армии от проникновения вражеских разведчиков и диверсантов. Майор Коровин Константин Иванович награжден тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Москвы, Ленинграда, за взятие Кенигсберга, за взятие Берлина и за победу над Германией. Константин Иванович Коровин родился в 1911 году в крестьянской семье в селе Крюковка Майнского района Ульяновской области. Ему нравилась колхозная жизнь, поэтому он пошел учиться в Ульяновский сельскохозяйственный техникум, который закончил с отличием и был направлен для продолжения учебы в Ленинград на высшие сельскохозяйственные курсы. В 1935 году начал работать агрономом в Корсунское МТС, машино-тракторная станция, откуда через три года был призван на военную службу в Красную Армию. В апреле 1940 года грамотного, энергичного, дисциплинированного красноармейца заметили сотрудники органов госбезопасности, и он продолжил службу в особом отделе НКВД 26-й стрелковой дивизии в должности оперуполномоченного. Война застала его на Ленинградской земле. Битва за Ленинград стала одной из жесточайших и длительных в Великой Отечественной войне. Уже с первых дней июля германские войска группы «Север» начали наступление на Ленинград с рубежа реки Великая. Враг планировал захватить город сходу и стереть его с лица земли, как предписывал бесноватый фюрер. Однако в результате героических действий советских войск, флота и трудящихся, а также созданию мощных оборонительных укреплений на подступах к городу, фашистские войска были остановлены. 8 сентября немцам удалось прорвать оборону в районе станции МГА и захватить Петрокрепость Шлиссельбург, отрезать Ленинград с суши и установить блокаду. В ноябре была сорвана попытка гитлеровских войск прорваться к реке Свирь и соединиться с финскими войсками, чтобы осуществить полную блокаду Ленинграда. Северо-Западный фронт, начиная с июня, участвовал в приграничных сражениях на северо-западном направлении в битве за Ленинград. Общими усилиями вместе с другими фронтами удалось остановить наступление немцев, и враг перешел к обороне. К концу ноября 1941 года обстановка вокруг Ленинграда стабилизировалась. 26-я стрелковая дивизия, в составе которой дрался наш земляк лейтенант Коровин, героически обороняла Старую Руссу, Демянск и западный берег озера Ильмень, сдерживая натиск врага на Москву, для немцев было особенно важно как можно быстрее захватить железнодорожный узел в Старой Руссе, открывающий путь на Москву. В начале 1942 года дивизия участвовала в Торопецко-Холмской наступательной операции, в ходе которой 21 января был освобожден город Торопец Калининской области. Войска Северо-Западного и Калининского фронтов прорвали оборону 16-й германской армии и продвинулись на 250 километров, обошли с запада Ржевско-Вяземскую группировку противника. В боевой характеристике старшего лейтенанта Коровина записано С прибытием на фронт работал старшим оперуполномоченным стрелкового полка и как один из лучших оперработников в марте 1942 года выдвинут на должность заместителя начальника особого отдела дивизии. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, командованием 11-й армии объявлена благодарность и вручены именные часы. В апреле 1942 года Константин Иванович приступил к работе в должности заместителя начальника особого отдела 115-й стрелковой дивизии. Много времени и внимания он уделял совершенствованию контрразведывательной работы в отделе, повышению оперативного мастерства сотрудников, оказанию практической помощи молодым чекистам. Константин Иванович, имея за плечами двухлетний опыт работы в условиях войны, прекрасно понимал, что от этого зависит повышение боеспособности дивизии и эффективность борьбы с немецкими шпионами и диверсантами, а также предупреждение попыток измены Родины и других опасных воинских преступлений со стороны военнослужащих дивизий. В аттестации контрразведчика Коровина за 1942 год указано. В октябре под его непосредственным руководством отделом была выявлена и задержана действующая в местах дислокации дивизии в райцентре Парфина Новгородской области группа агентов Абвера, это германская разведка, во главе с резидентом. Шпионы арестованы и осуждены военным трибуналом. Коровин награжден орденом Красной Звезды. 115-я стрелковая дивизия в феврале 1943 года участвовала в Демянской наступательной операции, главной целью которой являлась ликвидация Демянского плацдарма. Это часть территории Новгородской области. Немцы, напуганные окружением войск фельдмаршала Паулиса и полным их разгромом под Сталинградом, не стали вступать в затяжные бои и ускорили вывод с плацдарма своих дивизий. Лето и осень 1943 года дивизия с переменным успехом ввела тяжелые бои на территории Новгородской и Псковской областей. За успехи в освобождении Холмска она получила название Холмской. В конце 1944 года уже в составе 1-го Прибалтийского фронта дивизия начала освобождать белорусскую землю. В июне 1944 года участвовала в знаменитой стратегической операции «Багратион» в освобождении городов Полоцка, Белоруссии, Шауляя, Литвы. В блокировании мощной курлянской группировки немцев, которая фактически держалась до конца 1944 года. Наши войска отсекали ее отход в Восточную Пруссию. Но ее главная атака проведена при взятии Тильзита, ныне Советск, и гордости немцев неприступной крепости Кенигсберг, где главную роль, конечно, надо отдать флоту, авиации и артиллерии. Четыре дня им пришлось серьезно поработать, чтобы взломать крепостные стены города толщиной 6 метров. 6 апреля 1945 года пехота и танки нескольких дивизий 11-й гвардейской армии начали штурм цитадели, и, несмотря на упорное сопротивление, ворвались в город Кенигсберг, заставили немецкое командование гарнизона выкинуть белый флаг и капитулировать 9 апреля. За штурм крепости дивизия получила орден Красного Знамени и стала именоваться Холмской Краснознаменной. Капитан Коровин за умелую и правильную организацию работы оперсостава при подготовке и проведении боевых операций при взятии города Кенигсберга и Тильзита награжден орденом Отечественной войны второй степени. После штурма Кенигсберга в составе 2-го Белорусского фронта он участвовал во взятии морской твердыни крепости Данцик. Войну закончил под Берлином. В боевой характеристике капитана Коровина от 19 июня 1945 года отмечено, что отделом контрразведки СМЕРШ 115-й Краснознаменной Холмской стрелковой дивизии в конце войны успешно проведено ряд оперативных мероприятий. В феврале сего года, когда в районе города Гранц опергруппой во главе с товарищем Коровиным была задержана бандитская группа немцев, оставленная немецкой разведкой с целью организации диверсионных и террористических актов в тылах Красной Армии. Пять участников банды арестовано. В марте и апреле в результате правильно спланированной и своевременно проведенной операции на освобожденной от противника территории задержаны и арестованы несколько крупных военных преступников, в том числе один опасный террорист, в связи с чем капитан Коровин был награден орденом Отечественной войны первой степени и вскоре после победы над фашистской Германией был повышен в должности и назначен начальником отдела контрразведки СМЕРШ 235-й стрелковой дивизии. В конце 1946 года его переводят в Крым, в Таврический военный округ начальником отдела контрразведки СМЕРШ 7-й отдельной гвардейской бригады. После посещения малой родины, своего родного села в Ульяновской области и родителей Константин Иванович пишет рапорт о переводе в Управление госбезопасности по Ульяновской области, где начинает работать с мая 1947 года начальником районного отделения МГБ Тагайского района, заканчивает Горьковскую спецшколу. Однако работа в тихом маленьком сельскохозяйственном районе с населением менее 20 тысяч не устраивала боевого офицера контрразведки. Майор Короин после его нескольких рапортов руководством управления был переведен в Ульяновск. В 1958 году в связи с Хрущевским сокращением 1 миллиона 200 тысяч военнослужащих Министерства обороны и Комитета госбезопасности Константин Иванович ушел на заслуженный отдых. Для пенсии выслуга было достаточно с учетом военных лет. Началась трудовая гражданская жизнь. Работа в советских органах власти, в областном совете народного хозяйства, начальником охраны радиолампового завода, а затем долгое время он работал в пожарной охране. Он ушел из жизни, когда ему было 84 года. Мы, ветераны, помним этого отважного контрразведчика. Для действующих сотрудников УФСБ он является образцом служения нашей любимой Родине. Вы слушали программу «Герои невидимого фронта». Сегодня о нашем земляке «Герои невидимого фронта» Константине Ивановиче Коровине нам рассказал заместитель председателя Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области, почетный сотрудник госбезопасности, полковник в отставке Анатолий Лихарев. Спасибо за внимание. Герои невидимого фронта У микрофона журналист Евгений Слюнеев. Программу радио Государственной телерадио компании «Волга» продолжает передача «На тему дня». На тему дня Осенняя волна коронавируса 2021 года по количеству заболевших и, что самое страшное, по количеству умерших, оказалась более высокой, чем предыдущие. Удивительно, что в этих условиях очень многие наши сограждане продолжают упорно пренебрегать самыми элементарными мерами защиты, такими, например, как ношение масок в общественных местах и соблюдение безопасной дистанции. И, конечно, очень удивляет то, что реальной угрозой заразиться опасным смертоносным заболеванием COVID-19, такие люди боятся меньше вымышленных, причем порой откровенно глупых, сплетен и откровенной лжи о вакцинации, которыми заполнены просторы интернета. Непонятно, почему так много людей легко верят самым невероятным небылицам, высказываемым неизвестно кем, и отказываются воспринимать простую, правдивую информацию, которую им говорят профессионалы. Тем не менее, сегодня мы еще раз попытаемся убедить наших радиослушателей, не верящих в пользу прививок, в том, что, к сожалению, альтернативы вакцинации от COVID-19 сегодня пока нет. На наиболее часто задаваемые жителями области вопросы о вакцинах и вакцинации сегодня в нашей программе отвечает врач, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, профессор кафедры педиатрии Ульяновского государственного университета Александр Черданцев. Запись сделана по телефону. Александр Черданович, какие на сегодняшний день в нашем регионе есть вакцины от коронавируса, и чем они отличаются друг от друга? Официально в России зарегистрировано 6 препаратов, в нашем регионе 4 из них присутствуют. Это известный спутник ВИЛИ, ГАМ-КОВИТВАК, спутник ЛАЙТ, который используется для ревакцинации населения, КОВИВАК и ЭПИВАК-КОРОНА. Отличаются они платформой, то есть технологическим решением, Но в целом надо сказать, что результаты и эффекты у них примерно одинаковые, сопоставимы. Как по иммуногенности, то есть по формированию хорошей защиты против вируса, так и по безопасности, то есть по переносимости. А какую вакцину лучше использовать? В принципе нет такого однозначного мнения. Вакцинация нашего населения разрешена любой прививкой, которая присутствует в регионе, и все они проходят разрешительные нормативные документы, исследования. На уровне медицинских советов они все приемлемы в обиходе. Какой лучше использовать? Здесь ни один из врачей вам не скажет ответ. Все препараты, еще раз говорю, имеют высокую эффективность и высокую безопасность. И ни одна из этих вакцин не обладает повреждающим действием на организме. Предпочтения могут касаться только ситуации, когда, например, на первую дозу была какая-то выраженная нежелательная реакция. Ну, например, аллергическая реакция или высокая температура, которая долго не снижалась. В этой ситуации мы вторую дозу рекомендуем заменить на смешный препарат, подобрать альтернативную замену. А так в целом они взаимозаменяемы и хорошо сочетаются друг с другом. То есть, как и другие вакцины, которые мы широко используем, и в иммунизации детей мы хорошо знаем, что мы можем менять последовательность, чередовать друг с другом вакцину. Точно так же и при выборе противоковидных вакцин мы можем пользоваться этими же правилами. Хорошо. А какую вакцину лучше использовать при ревакцинации? Надо в целом сказать, зачем это нужно. Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, которые переболели этой инфекцией, сохраняется в среднем 6 месяцев. Постепенным угасанием 9-12 месяцев. То есть, это объективные наблюдения, которые были сделаны коллегами в зарубежных странах. И надо понимать, что вирус тоже эволюционирует, появляются новые мутации, которые у переболевших ранее граждан могут вызывать повторную инфекцию. То есть, частично эти вирусы могут ускользать от иммунного надзора, полученного предшествующей инфекции. Или, мы говорим еще, предшествующей вакцинации. Всего этого сейчас наша страна ввела тоже такой же документ, как и европейские страны. В частности, Израиль является примером в этом направлении. И мы рекомендуем тем, которые переболели этой инфекцией, или провел первичный тур иммунизации, через 6 месяцев делать повторную прививку. Но выбор, опять-таки, специально для ревакцинации у нас предлагается спутник ЛАЙТ. Но в то же время мы можем делать ревакцинацию другими препаратами. НЖКО-ИВАКом, ИВАК-Короной. Ревакцинация осуществляется через 6 месяцев после предшествующей прививки или перенесенной инфекции. Сейчас ревакцинация идет по так называемому протоколу экстренной иммунизации, когда высока еще эпидемическая угроза, когда еще очень большая прослойка лиц неиммунных среди наших жителей. Как только сформируется иммунная прослойка, то, например, по статистике 80-90% людей, которые нас окружают, будут иметь иммунную защиту против вируса, ревакцинация перейдет в разряд рутинную. То есть так же, как от гриппа. Мы каждый день делаем обычную иммунизацию. Этого будет достаточно, чтобы защитить организм на последующий год наблюдения. Это общие тенденции мировые, экстраполированные, перенесенные на ковидную инфекцию. А как разные вакцины сочетаются при ревакцинации? Например, одна наша радиослушательница весной вакцинировалась вакциной «Эпивак Корона» и спрашивает, можно ли ей сейчас сделать прививку вакциной «Спутник Лайт». Да, конечно. Я еще раз подчеркиваю, что все вакцины эти, они взаимозаменяемы. И «Спутник Лайт» предназначен как раз для ревакцинации, делается однократно и предназначено для того, чтобы оживить угасающий иммунитет, который был получен в предшествующих событиях. То ли это была инфекция, то ли это была раньше сделана прививка. И мы не должны опасаться того, что препарат будет называться по-другому, потому что иммунные клетки, они воспринимают любую вакцину адекватно, и у них команда будет выполняться по одному сценарию. Есть ли ограничения по возрасту, в частности по вакцине «Спутник Лайт»? Согласно, опять-таки, разрешительным документам нашего Министерства здравоохранения Российской Федерации, из шести вакцин только две пока не имеют разрешения на иммунизацию людей старше 60 лет. Это гамм-ковид-вак «Лио», но она крайне редко встречается и в нашем городе не появлялась, и кови-вак. Все остальные прививки все разрешены, и кови-вак «Корона», и гамм-ковид-вак, и «Спутник Лайт». То есть там просто идет в инструкции возраст старше 18 лет, не ограничивать по верхнему пределу. Поэтому, конечно, люди пожилого возраста должны спокойно идти на прививку. Александр Петрович, и я прошу вас, как специалиста, сказать несколько слов тем нашим радиослушателям, которые до сих пор сомневаются, боятся делать прививку от коронавируса. Тем, кто попал под воздействие волны абсолютно недостоверной, или, как сейчас стали ее называть, фейковой информацией, а точнее дезинформацией. Прежде всего, надо оглянуться на мир, посмотреть не только то, что творится за границей, но и в нашем городе очень много примеров, когда эта инфекция вызывает катастрофические последствия. И люди, которые переболели, они тоже долгое время пытаются вернуться к той прежней жизни. Это наглядный пример. И надо смотреть объективно на эти вещи, не жить теми событиями, которые идут из непроверенных источников. Мы хорошо знаем, что вакцинация спасает человечество от многих эпидемий. Наглядный пример то, что уже многие десятилетия почти все наши дети привиты, да и мы сами прививались в детстве. И от этого никто еще не пострадал. Человек готов для воспринятия таких безопасных и очень эффективных препаратов, как вакцина. Это единственное, что может вернуть нас к той прежней жизни, которая радовала нас свободным общением, здоровыми близкими, но и, собственно, здоровье наше было на достаточно высоком уровне. Всего-то нас разделяет полтора-два года. И можем сравнить, как это было раньше и как это сейчас. Единственное, что требуется от нас всех, это прислушаться к мнению врачей, не людей случайных в этой области, а специалистов, которые глубоко знают проблему. К мнению иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов. И выполнить свой, я не могу это сказать, гражданским долгом, это ваша личная ответственность перед своим будущим здоровьем. И спокойно идти на процедуру. Большинство того, что приписывают вакцинации, это из разрядов надуманных событий, которые не имеют ничего общего с реальными после вакцинационного периода. Я призываю вас все-таки обратить на это внимание. И только все вместе мы сможем перешагнуть этот тяжелый рубеж и снова вернуться к нашей обычной жизненной ситуации. Продолжение следует...